День полива Вопрос как часто поливать Если почва у нас песчаная То и жарко То это может быть как через день Так и каждый день Если почвы тяжелые Суглинок либо чернозем То может периодичность доходить даже до четырех дней Я хочу, чтобы вы осуществляете До того, чтобы День полива не исчезает День полива Вы можете ирригировать И фертилировать Потому что большинство И вода Прямо к фруктам Я просто хочу заострить ваше внимание На том, что до момента активного роста плодов Не поливайте слишком много Это несет себе опасность Когда у нас уже плоды заложились Вся вода будет потребляться плодами На их рост Тогда уже можете давать эти объемы Какого размера плоды должны быть активного полива? Что означает, когда фрукты Существуют в порядке Какое означает, где достаточно Один килограмм? Один килограмм? Один килограмм? Один килограмм Один килограмм Вы знаете, что Некоторые фрукты, они маленькие, а некоторые из них укрепляют. Нужно ждать до половины килограмма. После половины килограмма все нормально. Мы уже упомянули, что некоторые плоды растения могут сбросить. То есть надо дождаться, пока они хотя бы полкилограмма наберут, вот это последний, второй или третий плод. Тогда давайте эти обидные плоды. Ставить вигурусный фолиаж зависит от статуса между трансимплантом и фруктом. После этого, большая вода идет к фруктам. Для этого мы нужны вигурусный фолиаж. От трансимплантом до фруктом. На что нам нужно заострить особое внимание от момента высадки до начала формирования плодов. То есть в этот период мы обязательно должны сформировать мощные растения. То есть у нас должна быть база, с которой мы будем кормить условно говоря плодов. Раскачку тебе. Окей. Извините, вы не видите ничего, потому что это очень, очень успешно. А какие в среднем площади формируют в Израиле под пескостачковым арбузом? Под посемянниками? Продолжение следует... Продолжение следует... 50-50 га, и отрывая их от этого сезона, от другой сезон, в другой месте, это просто большой, очень большой фермер. В среднем, это примерно 330 га. В среднем, 30 га, но у них есть примеры очень крупных фермеров, которые садят около 200 га бессемянников. Полосы, а период уборки урожая, хоть один урожай? Плантин, плантин с степками? Конечно, конечно. Это не один. В каждом сезоне плотно. 20 га, 30 га, 40 га. Это зависит от того, сколько он может собрать и отправить в рынок. Как вы釣ли в первом? Я уже закончил. Ну, не струйственное. Ну и о пяти метрофермеров Ну, мы в начале говорили, что П и К, в начале, должна быть на уровне 40-400 кг. 600 килограммов пиур кай в 1 х. Это лучший? Да, лучший. Ну, то, что касается удобрений, мы уже немножко упоминали, что базовое внесение у нас, получается, перед стартом сезона у нас уже в почве должно быть около 400 килограммов фосфорных удобрений, это в действующем веществе, ну, в чистом виде, да, в пересчете, и около 600 килограммов калини. Внутри сезона мы фертилируем только нитрогеном, но 3 недели после пикини, мы начинаем увеличивать немного потасиума, чтобы больше вкус, больше красоты и больше цвета в каждом виде. Если обеспечить такую базу, то на протяжении сезона они вносят исключительно азотные удобрения, и исключительно за 3 недели до уборки они постепенно увеличивают долю калини, удобрения именно для вкуса. У нас есть 3 недели, и максимум, максимум, уживание в разверной этаже на нейтрогене Это около 3-3,5 килограмма в день. По 1 день? По 1 день. 3-3,5 килограмма в нитрогене. Если вы irrigаете 1 в 2 дня, мы дадим 9? Да, да. Если 1 в 2 дня, мы дадим 6? Да. Это нитроген? Нитроген. То, что касается азотных удобрений, какие нормы? У нас ежедневное потребление азота составляет от 3 до 3,5 килограмм действующего вещества. В зависимости от формы, которую вы даете, мы высчитываем именно не физическую, а в действующем азоте. Это ежедневно. Если мы поливаем раз в 2, раз в 3 дня, то, соответственно, умножаем на 2 либо на 3. Джош, вопрос. Как это зависит от растения? Конечно! Это зависит от уровня sido в 3 недели вместо растения? Конечно! Это в рецепт, от высоты. Да! В рецепт. Имеется ввиду, что, чтобы привязать эту норму к фазе развития растения, то это как раз эти 3 недели до конца уборки. Когда у нас максимальное потребление азота идет, вот это 3-3,5 килограмма ЗВ. На гектар. Да, на гектар. Ежедневно. Но 3 недели, после пекинга, мы уничтожили нитроген и увеличили потасиум. А, то, по-другому, я понял, что 3 недели мы дали так много нитроген. То есть, от трансплантации до 3 недели? Мы начали с 1-1 килограмма, 1,5-2 килограмма, до 3 килограмма, 3 недели. От потасиум? От нитроген. Но, опять же, потому что, от трансплантации до... От трансплантации, мы... А, 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 а,!... А, а. иagh! А tough и жернив сложный конец от одного до 3 недели. А пти熟vik беспилевним дляождения по 3 недели �онола? Вот так, есть конец, которые у насcience не уничтожили нитроген и увеличили потасиум. В чем именно все готов по труду? В чем These 2000 мамы накандаем наш кухопы? В чемburgh по рту? А? Вそれч esa кухопам! В чем компас省е забusstочковать протасиум? Вы используете около 3-4 кг в день в гектаре. Нормы азота идут на спад, нормы калия возрастают. В пиковый период потребления калия нормы достигают от 3-4 кг ДВ в день. Дима, Дима, это вот рекомендация по Израилю. Там же, извините меня, ноль гумуса. А если здесь есть серьезный гумус, то, наверное, эти нормы должны быть меньше. Смотрите, эти нормы подразумевают, если дана вот такая база, какие мы упомянули, 400 кг ДВ фосфора со старта и 600 кг ДВ калия с осенью. Даже если там нет гумуса, там уже в почве лежит такое количество удобрений, ну, наверное, нам все-таки нужно эти нормы как-то адаптировать. Но имеется в виду, что эти рекомендации, ну, действительно, которые они применяют в Израиле. Вот, я думаю, частично они тоже применимы у нас, и, ну, не то, что вы 100% берете и вот так применяете, вы, конечно, смотрите, насколько они применимы в наших условиях. Дима, а как себе стоимость у них килограмма алгиза? Джош, the question of choose the price of 1 кг watermelons to grow it. Обычно, not to sell it. Если вы, как они, как они, как галия и фосфор, то, что они здесь ничего. Вы не знаете, это стоимость. Дима, да, 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 да. Вот подошли к самому интересу. Чтобы совершить уход за полем не только на протяжении вегетации, а вообще на протяжении всего сезона, то есть имеется в виду все подготовки и так далее, и тому подобное, на один гектар около 9 тысяч. Ну, у них арбузка какого? Израилем, sorry, it is too high. С Израилем немножко сложно сравнивать, потому что стоимость выращивания у них, конечно, повыше, у них все намного дороже. Значительно, там за что не возьмите. Очень дорогая аренда земли просто на всем солдатам. Ну, конечно, цены около 80 центов за килограмм. Ну, у нас сейчас без сияния, кто-то зареет. Интересный момент по урожайности, который, ну, в среднем может достигать свободно 100-120 тонн фектара. Важный момент, 9 тысяч долларов – это для бессемянника гектарная стоимость. Но надо понимать, что потребление бессемянного арбуза, так как его цена очень высокая, его могут позволить себе купить достаточно, ну, условно говоря, люди, у которых есть деньги, да? Ну, деплойный арбуз, который мы обычно выращиваем, ну, в основной массе, его покупают бедные люди, в основном, и себестоимость одного гектара, там, около 3000 долларов. 100% от земли, в Израиле, это сияния. 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 Для внутреннего рынка, недеплойного, ну, я не знаю, может, там, 1-2% если выращивают. Грубо говоря, 100% арбуза для внутреннего рынка – это бессемянные арбузы. Деплойд им нужен только в качестве опылителя. Они его реализуют или оставляют? Нет, 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 нет. Для плохого. Ара-бухаударабай. Вы отправите или вы продаете? Нет, продаете для плохого человека. Просто с маленьким денег. Да, они, ну, более бедным людям продаются, потому что, ну, вот, да позволят дешевле его продавать. Так вот, подошли к самому интересному. То есть, по технологии понятно. Вот я, допустим, езжу консультироваться к Сергею в Адонис. А вот как в Израиле происходит консультирование производителей? Джордж, очень интересная вопрос. Как вы, в Израиле, как вы консультанты, человек, который выращивает? Потому что, например, в наших условиях, фармеры могут идти в сады, которые продают сады, или, например, в контактной компании. Кто консультанты выращивает? Просто... ...нервсант. 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 Смотрите, как это в Израиле происходит. Там, в некотором смысле, немножко больше цивилизованно и централизованно. Есть Министерство сельского хозяйства. Если фермер нуждается в какой-то консультации... спасибо за внимание с вами был ваш супермаркет семян подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки